Всем привет, продолжаем знакомиться с интересными людьми. Сегодня я хотел бы вам показать портрет и рассказать о Лоле Монтес. Ирландская актриса, танцовщица, говорит как короля Бавария Людвига первого, присвоившая ей титул графини фон Лансфельд. Родилась в семье шотландского офицера Эдварда Гилберта и ирландской дворянки Элизы Алиир. Проживала в Калькутте, ее отец умер вскоре по прибытии к Калькутту от холеры. Воспитывалась в доме отчима, позднее в доме отчима в Шотландии. Училась в батте в школе для благородных девиц. В 1837 году Элизабет вышла замуж за офицера Томаса Джеймса, а в 1838 выехала с ним в Индию. Супруги разошлись в 1939 году в Шимоле. В 1842 году Элизабета Гилберт вернулась в Лондон, где изучала испанский язык и испанские танцы. Она также побывала с краткой образовательной поездкой в Испанию. Я цитирую Википедию. В 1843 году Элизабет под именем Мария де Лос Долорес Порис и Монтес, кратко Лола Монтес, вернулась в Лондон. И выдавала себя за испанскую танцовщицу из Сивили, пользуясь популярностью вышедшей новеллы Проспера Меремия Кармен. После дебюта ее разоблачили, и Лола была вынуждена бежать из Англии. В путешествиях по Европе Лола Монтес, впускавшаяся в различные любовные аферы, сопровождали многочисленные скандалы. Первый случился в Тринговском княжестве Рейнс Берсдорф. В Берлине Лола Монтес танцевала. Для короля Пруссии Фредерика Вильгемия IV император Николая I. Затем во время их гастроли вызвала возмущение. В Варшаве выступала в Парижской опере, напомнила себя в Париже после смерти на дуэли ее возлюбленного Александра Джужари, издателя La Presse. Среди почитателей Лолы Монтес были оба Дюма, отец и сын, а также Ференслис, с которым она познакомилась в 1703 году в Дрездене и сопровождала его в Париж. Прибыла в Мюнхен, остановилась в отеле «Баварский доллар», пыталась заявку на работу танцовщицей. Август фон Фрайц, рукодерживший Баварским придворным театром, отказала ей в ангажементе, и Лола Монтес попросила аудиенцию короля Глудовика I. Их первая встреча состояла 7 октября 1846 года, а уже 10 октября Лола Монтес выступала на сцене Мюнхенского придворного и национального театра. Йозеф Карл Штильдер написал ей знаменитый портрет, окрашающий ныне галерею «Красавец» в Мюнхенском дворце. 25-летняя танцовщица стала фавориткой 60-летнего короля, который уже спустя месяц и 10 дней после его первого выступления изменил свое завещание. В его новой редакции для Лолой предусматривалась выплата 100 тысяч гульденов, если после смерти Ледовика I она не будет состоять в браке или вдовствовать. Кроме того, полагалось годовое содержание 2400 гульденов. До 1850 года, когда отношения между Лолой и королем закончились, она успела получить в действительности 158 тысяч гульденов, но на сегодняшний момент порядка 2,5 миллионов евро. Кстати, король Людик подарил своей возлюбленной также дворец в Мюнхене, куда она въехала в 1847 году. Король регулярно бывал в гостях у Лолы Монтас. С 17 до 22 часов, так пишет Википедия. Иногда она принимала и других господ, в большинстве карьеристов, надеющихся, что Лолы Монтас замолвит за них словечко перед Королевым. Но надо сказать, что мюнхенцы не очень любили Лолы Монтас. Попыхивая турецкой все горы, она устраивала в Мюнхене скандалы один за другим и увлекали людей завести себе студенческую элит-гвардию. И она уговорила мюнхенских студентов организовать новый студенческий союз в свою честь, а также завела интрижку с одним из студентов. В 1849 году Лолы Монтас вернулась в Париж, где вышла замуж за молодого британского офицера Джорджа Траффорда, после чего Людвиг окончательно порвал с ней. Первый супруг Лолы Монтас был жив и здоров, поэтому ее обвинили в двоебрачи, и ей вновь пришлось бежать из Англии. Со своим незаконным вторым супругом отправилась в Резенное море, но вскоре супруги поссорились и расстались. Она еще раз попыталась завивать своими испанскими танцами Париж и Бельгию, опубликовала мемуары, в 1851 году перебралась в США, на Бродвее выступала в ревью Лолы Монтас в Баварии в роли самой себя. Через три года вышла замуж за Патрика Халла и обосновалась в Калифорнии, гастролил в Австралии. После смерти супруга Лолы Монтас в 1857 году вернулась в Нью-Йорк и позднее читала лекции на политические и социальные темы. В тюлении протестантской священника Чарльза Чонси Бера превратилась в истинную христианку. Ее состояние здоровья стало ухудшаться, Лолы Монтас пережила несколько ударов, затем заболела воспалением легких, от которого умерла спустя три недели. Похоронена на плавающей Гринвуд в Бруклине. Ну вот так вкратце о интересной женщине Лоле Монтас, ирландской актрисе и танцовщице, фаворитке короля Баварии Людвига Первого. Все, пока-пока, до свидания. Утром картины.